Здравствуйте, друзья! С вами Алексей Моисеев. И сегодня мы поговорим с вами о искусстве, о том, кого считать художником, а кого считать художником нельзя. Мы поговорим о Моне Лизе, банане, привязанном скотчем, о черном квадрате, Бэнксе и многих других вещах. Но прежде чем мы начнем, хочу обратить внимание немножко здесь на наших спонсоров. Это бренд отечественных товаров Vista Artista. Производится в Подмосковье, в городе Переславль-Залезский, основная продукция. Пастель, акварель, масло, акрил и многие другие вещи, и сопроводительные продукты. Если у вас есть вопросы по бренду, пишите мне в комментарии, я буду отвечать и присылать вам ссылки и так далее. Ну что, начнем. Сегодня мы пишем 24 июня 2023 года. И очень часто в последнее время я встречал вопрос о том, что вот есть настоящие художники и не настоящие художники. Вот есть академисты и неакадемисты. Давайте, во-первых, разберемся в понятиях. Во-первых, что такое Академии художеств? Это гуманитарные вузы. А что такое художественно-промышленные академии? Это изначально технические, инженерные вузы. И долгое время они считались институтами, училищами. И, соответственно, там не было традиций академического рисования. Что такое академическое рисование? Оно частично связано с анатомическим рисованием, частично оно связано с эстетикой художественной, созданием определенного гармоничного, в чем-то даже каноничного художественного образа. Поэтому реальных академистов сейчас очень мало. Можно сказать, что это Российская Академия живописи вояний и изотчества Лии Глазунова. Конечно же, это та самая Императорская Академия художеств, которая сейчас имени Репина в Санкт-Петербурге. Конечно, мы можем к ней причислить Академию живописи Сергея Андреяки. А Строгановка и Академия Штиглица, они все-таки не академические вузы в этом прямом понимании. То есть, есть анатомическое рисование, есть академическое рисование, есть реалистическое рисование и многие другие виды рисования. К примеру, в художественно-промышленных академиях в основном это конструктивное рисование, которое корнями уходит в Альбрехта Дюрера, потом развивается через серию пособий Готфрида Бамеса, и в дальнейшем через труды Кордовского, через Николая Ли и многих других авторов сейчас развивается. То есть, тут есть разные школы рисования. Поэтому не путайте академистов, реалистов и, в общем-то, тех, кто умеет рисовать. И тут мы упираемся в следующий момент. Это в то, что есть искусство такое классическое, которое, скажем так, поднимает какие-то серьезные проблемы, но не вызывает желания раздражать нас. И было искусство, которое всегда как бы взрывало общественную мысль. Случайно или намеренно оно взрывало. Это было и обнаженная Маха Франциско де Гойе, это и Олимпия Мане, это и черный квадрат Казимира Малевича, который выставлялся намеренно в красном углу. Вместо иконы, по большому счету, это писсуар Марселя Дюшама. Это многие произведения, которые, скажем так, именно бесят тех, кто умеет рисовать. Абстракция Джона Поллока и так далее. Поэтому давайте разделим искусство на то, которое как бы должно вызывать у нас положительные эмоции, и вот это вот другое искусство провокационное, которое постмодернистское, можем даже так сказать, искусство. Одно тянется к красоте, эстетике, и другое тянется к бунту, разрушению устоев. Понятно, что тут и возрастные категории имеют значение. Одно искусство больше нравится людям старшего поколения, другое искусство больше нравится молодежи, революционно настроенной молодежи. То есть, это еще и конфликт поколений, и смена поколений, в общем-то, в искусстве тоже. В Императорской академии художеств потом пришли новые времена, был бунт 14, и все это вылилось в то, что разбили все классические образцы, гипсы, которые были из Ватикана, из Древнего Рима, образцы искусства, и пытались создать как бы новое. Но искусство, оно же идет витками, оно идет по спирали, и время от времени именно события в государстве, оно приводит к тому или иному виду искусства. Вот смотрите, было искусство арнуво, искусство модерна. Когда началась Первая мировая война, ужасы войны привели к тому, что искусство, вот это мягкое, эстетское, ажурное, оно уже казалось людям устаревшим. И появилось арт-деко, появилось активное развитие авангарда, конструктивизма, футуризма, сюприматизма. Жесткое время привело к жесткому искусству. Да, это немецкая как бы традиция живописи. В России эта немецкая традиция называлась суровый стиль. Да, там Александр Дейнека, Таир Тимурыч Салахов и другие. Вот, сейчас время тоже непростое, и я думаю, что и искусство тоже снова станет все более провокационным. Итак, нас раздражает этот банан, прилепленный скотчем. Да, его меняют раз 3-4 дня. Нас раздражает, как же так, вот так по-легкому обычный банан. Да, но это послание. Да, это много раз было, когда простой бетонный блок лежит в современной галерее, contemporary art, современное искусство. И только внутри этой галереи с определенной концепцией, с обоснованием он является произведением искусства. Но настанут новые времена, его выбросят на помойку, и он снова превратится в просто бетонный блок. Поэтому, конечно, что-то останется в веках, ну, а что-то, может быть, это сейчас временное явление. Вот, поэтому то же самое. Часто спрашивают, а что такого в черном квадрате? А как раз в этом-то и непонятно. Да, с одной стороны, это антиикона, с другой стороны, есть теория, что это чернокожие в темноте грузят уголь, и такая концепция есть. Да, но то, что мы не можем до конца осознать, вызывает вот вечность этого произведения. И неважно, самое главное, заключая разговор об искусстве, это то, что вы, если хотите, вы можете делать все, что угодно. Неважно, есть у вас академическое образование, просто художественная школа. Но что отличает художника от нехудожника? Художник создает произведение искусства. Он как бы генерирует что-то, и получается у него. Или нет, это уже вторично. Главное, что мы создаем произведение искусства. И неважно, это может быть каждый день. Цели могут быть позитивные или деструктивные. Вот вспомните ту же группу Pussy Riot. Очень активно обсуждалась она. Кто-то выступал активно за, кто-то против. Но в любом случае, своей цели, то есть привлечения общественного внимания, они добились. Там поменяли даже законодательство Российской Федерации. Сейчас мы можем видеть определенные опыты Бэнкси. Как бы аэрография в разных точках мира. И тут интересно. То есть художник может быть публичной персоной. Да, вот в свете софитов, как Сальвадор Дали, как Пабло Пикассо. И может быть совершенно неизвестен массовому потребителю. Или быть вообще засекреченным. Как там Виктор Пелевин или тот же Бэнкси. Не ведут публичную активность. И этим тоже интересно своему зрителю. Главное просто найти своего потребителя, скажем так. И произведения искусства сейчас они монетизируются совершенно разным способом. Это подписчики, это покупатели, это коллекционеры. И коллекционеры тоже разные. И давайте будем более терпимыми и стараться наслаждаться и теми, и другими произведениями искусства. И искать в них какое-то разумное зерно. Интересен вот еще какой момент. Сейчас мы часто сталкиваемся с вандалами, которые нападают на произведения искусства в мировых музеях. Обливают краской и вообще и так далее. Надо вспомнить о том, что были такие нападения и в наших отечественных музеях. И причем далеко не сейчас, и раньше тоже. То есть искусство, оно вызывает у нас очень яркие эмоции. И вот интересен феномен картины Леонардо да Винчи «Мона Лиза». Почему она стала такой культовой? Почему в Лувре за бронированным стеклом, отделенное столиком, туда прибегают туристы со всего мира? И казалось бы, да, что такого? Ну, я думаю, что феномен здесь в стадном чувстве. Когда, обратите внимание, на рынке там стоит человек у прилавка, и никто к нему не подходит. Тут один человек подошел, к нему второй, к второму третий. Потом толпа побежала смотреть, а что же там такое, как бы быстрее урывать. Вот, в общем-то, с искусством то же самое. Картина «Мона Лиза» никогда не считалась какой-то удивительной, невероятной. И с какого-то момента вдруг сначала один, потом второй, потом третий, а потом уже какая-то массовая истерия произошла, да, и картина произвела такой культовый статус. Хотя, надо понимать, что она не сохранилась в том виде, в котором ее написал Леонардо да Винчи. Были различные реставрационные процедуры, и вообще в оригинале там ресницы и брови были. Теперь нет. Поэтому говорить о том, что вот да Винчи как-то там задумал, или обязательно зашифровал в эту работу какой-то невероятный смысл, скорее всего, это домыслы искусствоведов. То есть, вот как сейчас некоторые, скажем так, хайпятся на каких-то темах, вот что-то обсуждается и начинают эту тему раскручивать, там, не знаю, из чего-то из пальца высасывать. Здесь такой же момент. То есть, вообще любая другая картина могла бы произвести такой же эффект, стать культовой в какой-то момент. То есть, очень часто произведения искусства становятся популярными после столетий забвения. Если бы импрессионисты не вспомнили о Яне Вермеере, он сейчас не считался бы каким-то суперхудожником и так далее. Или там Эдвард Мунк, художник, который там создал работу, серию там пастелей Крик, и вот сейчас там у молодежи это очень все популярно. И маски в стиле Крик, да, в общем-то, хоррор-фильм, который к этому отсылает и так далее. То есть, ничего удивительного в том, что сейчас есть художники, которые никому не нужны, на их выставке никто не ходит, или дай бог их родственники. Но пройдет какое-то время, и мастера будут считать пророком, там, в своем отечестве и так далее. Так же, как мы сейчас бегаем за Винсентом Ван Гогом, за Модельяне и за многими другими. Так что создавайте произведения искусства, а потом уже, может быть, кто-то найдет в этом что-то интересное, о чем вы даже не думали, и сделает вас культовым мастером. Подведем итоги. Первое. Художник – это тот, кто создает произведения искусства. И неважно, какая у него цель. Если он может привлечь к каким-то проблемам, средствами искусства, то он художник. Умеет ли он рисовать или нет – это уже вопрос второй. Те, кто умеют рисовать, определенная часть из них могут быть академистами, другие – реалистами. Они могут иметь различную художественную подготовку и различную специализацию. Никто из нас не совершенен. И поэтому делить на художника и не художника, на профессионала и любителя в профессиональных кругах не совсем корректно. Потому что много есть талантливых любителей и, в общем-то, есть люди с профессиональной подготовкой, которые не могут, скажем так, ничего нового придумать. Следующий момент – это то, что определенные произведения искусства нас раздражают. Они и должны нас раздражать. Мы это обсуждаем и тем самым мы сами создаем вот эту вирусную реакцию. Мы разносим это раздражение по-другим и добиваемся цели художника. Поэтому, если нас раздражает, но мы выносим это раздражение дальше, нас раздражает, что он не умеет рисовать или создает что-то деструктивное, то, в общем-то, мы добиваемся цели данного художника. Поэтому, если вам не нравятся такие произведения, просто идите мимо, не посещайте эти выставки и живите спокойно. С вами был Алексей Моисеев, канал «Понятное искусство». И до новых встреч и до новых обсуждений художественных вопросов.